ПАЗАР Здравствуйте! Мы опять на фермерском пазаре в Барни. Обращаю ваше внимание, по-болгарски правильно говорить все-таки ПАЗАР, а не БАЗАР, как у нас в России. И сегодня по просьбе моих подписчиков, и зрителей мы поподробнее поговорим о болгарском вине и о болгарском фермерстве. И разговаривать мы с вами будем. Живко, живко мы пришли! И первый вопрос у меня будет тот, который задавали мои зрители. А как вообще пришли вы к этому фермерству? ПОЗАР ПОЗАР Живко рассказывает, что история семейного фермерства началась с того, что его отец, большой любитель вина, приобрел земледельскую землю. И они всем семейством засадили его виноградом, но и также плодовыми деревьями. Маштами купи земля и засадил лозички и дървета. Так, он сам засадил лоза? Сам, да, семейно. Как интересно! ПОЗАР Хорошо! Много земли-то? 20 гектара 20 гектар? Да, 20. За България това не е много, но за нас, за една малка семейна ферма е отлично. А как вы успеваете все делать? Много работа и добър екип от 5 работников. А, 5 работников все-таки у вас есть, да? Да, 5 работников, приятели на семейството не помагат. Ну и как? Тяжело работать? Да, да. Вообще-то живка живет в Варне вместе со своей семьей, женой и двумя детьми. И ездит на работу на свою ферму. При необходимости остается там и на несколько дней. Ну а летом дети находятся тоже на ферме и уже помогают. Аз там също живея и работя на фермата и всичко го правим на рука с тези хора. Так, то есть все своими руками? Да, много прочной рука и много любви. С большой любовью, хорошо. А вот, значит, у вас различные сорта винограда, я так понимаю, да? Что вот вино у вас и белое, здесь и розовое, и красное. Это все разные сорта, да, винограда? Да, много разных сортов, как шартуне, мерло, кабарне и местные, локальные сорты, как барнинский мескет, демьян и тамянка. А это в Болгарии вот сорта традиционно болгарские, да? Да, традиционно болгарские сорты. Варнинский мескет, тамянка, демьян. Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, как у тебя с реализацией продукции? По словам Живко, хорошим каналом реализации его вина является фермерский пазар Варнин. В дни его работы сюда приходят постоянные клиенты и приобретают вино. Ну, а также подходит много людей, у них есть возможность познакомиться с продукцией, побеседовать с Живко, придирчиво его расспросить о том, как он выращивает виноград, производит вино. Ну и, конечно, обязательно попробовать. Из 10% своего винограда Живко вместе с отцом самостоятельно производят вино в собственной небольшой винарне. Ну, а остальной урожай покупают крупные винные заводы Болгарии. Много людей приезжает в село к Живко и приобретает виноград и другие плоды для самостоятельного изготовления вина и раки. Вот так и расходится весь выращенный урожай. Мне бы хотелось расспросить Живко еще о многом, но так много людей интересуются его продукцией и делают покупки, что я просто отвлекаю его от основной цели приезда на ярмарку. Поэтому мы договорились, что встретимся с Живко в следующий раз. Кстати, и у вас будет возможность получить ответы на ваши вопросы. Напишите их в комментариях и мы с Живко в следующий раз обязательно на них ответим. До новых встреч на фермерском пазаре Варны! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...